Рост собственных доходов, развитие малого бизнеса, создание комфортной среды для жителей. Такие задачи перед властями Алатарского района обозначил премьер-министр Чуваши. Сегодня в муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития за полугодие. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Экономика Алатарского района опирается на агропромышленный комплекс. В этом году здесь планируют собрать большой урожай зерновых культур. Свою продукцию сельхозпредприятия поставляют из-за предела республики. В муниципалитете сокращаются объемы неиспользуемых земель. И это лишнее подтверждение тому, что сфера АПК становится выгодным бизнесом. Поселная площадь составила около 13,9 тысяч гектаров. Из них зерновые, зернобобок культуры 6,9 тысяч гектаров. Технических 6,8 тысяч гектаров. Все фазимы планируют привезти на площади 5 тысяч гектаров. Продолжается восстановление тактической хозяйственной базы поселка Восход. В текущем году в связи непоприятным погодным условиям произошла гибель зерновых на площади 6,912 гектаров, что составляет 92% от общей площади зерновых культур. Несмотря на критическую ситуацию, аграрные районы оптимальные гранические сроки провели пересев погибших культур. Председатель правительства республики отметил, что властям муниципалитета необходимо развивать инвестиционный климат. Большинство субъектов малого бизнеса в районе заняты в сфере деревообработки. В этом году были приняты нормативные документы, упрощающие процедуру освоения лесов. Здесь необходима активность не только в Министерстве природных ресурсов, понятно, что это отраслили Министерство председательного развития здравоохранения области, но и без активности муниципалитета, активности предпринимателя муниципалитета. Здесь тоже ничего не сняли. Также в докладе Нимана звучало о том, что есть сложность с исполнением по доходам, собственно. Но соглашение не принял в Министерстве финансов. В бюджет района с начала года поступило более 170 миллионов рублей. Но пока отметил Иван Маторин, местные власти используют не весь потенциал. Немалые доходы в казну может дать аренда муниципального имущества и земель. И этим надо заниматься. Еще одна ключевая задача – снижение доли неэффективных расходов при госзакупках. С целью повышения эффективности бюджетных расходов мы добиваемся формирования реальной стоимости контракта, в том числе также ее снижения в процессе торгов. Бюджетно-эффективность закупок составила 8,2 миллионов рублей, или на 10,9%. В этом году в муниципалитете намерены реализовать более 30 проектов, основанных на местных инициативах. Поддержку району оказывают и в правительстве региона. За счет многомиллионных субсидий были отремонтированы проблемные участки дорог. Этим летом в Алатовском районе был отремонтирован и этот 5-километровый участок в селе Алтышево. Раньше здесь водителям приходилось снижать скорость из-за ям и трещин. Драйвером социально-экономического развития района станут национальные проекты. До конца года предстоит реализовать 17 программ. Результаты работы муниципальных властей должны почувствовать на себе местные жители. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.